Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале JsonDog. В этом видеоролике мы будем восстанавливать EMA на смартфоне Redmi 9. Оговорюсь сразу, мы сможем восстановить только EMA во втором SIM-слоте. Не знаю, с чем это связано, но я не нашел инструкцию по восстановлению двух EMA-ов, так что будем делать только второй. Маленькая просьба, перед тем, как задать вопрос в комментариях, обязательно прочтите описание к видео и комментарии других пользователей. Возможно, на ваш вопрос уже есть ответ. Итак, приступим. Вот так выглядит наша проблема. Аппарат не загружается в систему, а в меню рекаури появляется ошибка Enverama Scrupted. Для решения данной проблемы нам понадобится архив SATB, программу MyUI Meta, глобальная прошивка и инженерная прошивка. Обходить авторизацию при прошивке я буду с помощью платной программы UnlockTool. Ссылки на все файлы есть в описании к видео. Для начала нужно прошить инженерную прошивку. Запускаем UnlockTool. Раздел MediaTek. Необходимо указать программе путь к скейтер-файлу инженерной прошивки. Кликаем по кнопке Flash. После этого на выключенном смартфоне нужно зажать и удерживать обе кнопки громкости. Подключить смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. И если все драйверы установлены корректно, то начнется процесс прошивки. Он занимает около трех минут. Пока смартфон прошивается, я кратко расскажу, что такое инженерная прошивка. Эта прошивка нужна для тестирования устройств. В ней нет лишних программ, сервисов Google, патчей безопасности. И в этой прошивке разблокирован загрузчик. С недавнего времени для восстановления E-Mail нужна именно инженерная прошивка. После прошивки смартфон автоматически загрузится в систему. Вот такой интерфейс у инженерной прошивки. Нам здесь не нужно ничего нажимать. Просто выключаем смартфон. Вводим смартфон в режим Fastboot. Для этого нужно нажать кнопку уменьшения громкости и кнопку включения. Подключаем смартфон USB кабелем к компьютеру. На компьютере нажмите сочетание клавиш Windows R. Затем введите команду CMD и нажмите Enter. Введите команду CD пробел C двоеточие слэш ADB. Папка с ADB должна лежать на C диске. Затем введите команду Fastboot Erasing the Data и нажмите Enter. Далее введите команду Fastboot Erase Enveram и нажмите Enter. Этими командами мы очистили области памяти от остатков информации об МА и калибровках сети. Вот что должно быть написано на экране смартфона после этих команд. Нажмите удерживайте кнопку включения и уменьшения громкости. Телефон перезагрузится. Нам нужно дождаться загрузки в систему и просто выключить смартфон. Далее вам нужно найти e-mail номер смартфона. Если у вас не осталось ни коробки от телефона, ни наклейки на корпусе, то e-mail номер можно найти, сняв заднюю крышку. А можно использовать произвольные 15 цифр, если законодательство вашей страны это позволяет. Затем нужно на компьютере запустить программу MyUI Meta в разделе Platform Type выбрать смартфон. А затем кликнуть по кнопке Connect. Далее просто подключите выключенный смартфон. Кнопки на телефоне нажимать не нужно. Если программа не определяет телефон, попробуйте переподключить кабель. После успешного подключения нажмите кнопку LoadDB. From Target. Внизу должна появиться надпись LoadDB Successed. После этого в строке поиска программы найдите функцию e-mail download. В поле e-mail 2 впишите 14 цифр. Программа автоматически рассчитает последнюю цифру. Кликните на кнопку Write. Появится надпись Write ome to target is successfully. Закройте MyUI Meta. Включите телефон. Нужно проверить появился ли имейн номер. Откройте приложение телефон и наберите код. Звездочка решетка 06 решетка. Должен появиться 15-ти значный код. Снова выключаем смартфон. Из инженерной прошивки нужно скопировать файл cast.mg в обычную прошивку с заменой файлов. Затем запускаем программу прошивальщик и указываем путь к скейтер файлу от обычной прошивки. Кликаем по кнопке Flash. На выключенном смартфоне зажимаем обе кнопки громкости и подключаем кабелем к компьютеру. Пока смартфон прошивается, поделюсь своим опытом. Я пробовал установить оба MyUI номера на этой модели. И MyUI Meta все прописала. В инженерной прошивке все отображалось. Но в обычной прошивке выходит ошибка Invaram Iscorrupted. Я пробовал залить бэкап от другого телефона той же модели, но MyUI не появился. Возможно, если разблокировать загрузчик и поставить кастомную прошивку, можно восстановить оба MyUI. На сайте gsmforum.ru есть еще один способ, но нужно выпаивать резистор. Итак, телефон прошился, пройдите первоначальную настройку и проверьте наличие MyUI с помощью кода звездочка решетка 06 решетка. Также не поленитесь, ставьте сим-карту и сделайте пару звонков. Если вам понравился данный ролик, возможно, вам понравятся другие ролики на моем канале. Подсказки сейчас появятся на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. В комментариях напишите темы, на которые хотели бы увидеть новые ролики. До встречи в новых роликах. Всем удачных ремонтов! Субтитры сделал DimaTorzok